Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Юркин Парки же Жизне утверждающего вас так весело Ярко, радужно все прошло Это первое такое большое Было мероприятие за последние годы Первое, да, потому что мы последние два года Естественно, в связи с пандемией Переводили это мероприятие в формат онлайн Последний год мы проводили В офлайн формате, наверное, в девятнадцатом году Когда еще до ограничений В накануне как раз-таки Да, да, да. И вот очень, конечно, радостно было то, что наконец-то в этом году уже можно встретиться, и действительно, как уже Владимир сказал, 300 участников, потому что на последнем мероприятии в 2019 году было 50 участников. Ага, то есть народ соскучился в 6 раз, 6 раз больше, да, и, конечно, очень радостно, что откликнулись и районы нашей области, то есть от Лузского до Вятских Полян 12 районов у нас было, и радует очень подготовка районов и их желание участвовать именно в туристической жизни, в туристической повестке. От районов кто приезжал? То есть там в районах есть какие-то ваши подразделения или это местная администрация? Нет, это местная администрация, это досуговые центры, это местные, те местные люди, которые занимаются туризмом, в принципе, они есть в каждом районе, в каждом районе есть какие-то вещи, куда можно поехать. То есть это объекты показа, конечно, да, где-то это экологическая история, где-то это какая-то история культурно-познавательная, ну то есть везде, в принципе, в каждом районе можно найти что-то, что может привлечь. Слушайте, ну вот в Вятских Полянах я знаю, что может привлечь и куда можно поехать, а в Лузском-то районе что? Ну там тоже самобытная уже в том числе отличающаяся культура, потому что это ближе к северу, то есть чем у нас хорошо область большая, и, соответственно, если юг у нас, например, это ближе, там, Удмуртия, Казань, там, Мариэл, то есть этнические республики там есть, у нас Марийцы, Удмурты, какая-то примесь, то север это уже ближе туда Архангельска, там, Вологда, такая история тоже интересная. Суровые северные люди. Суровые северные люди. Суровые кайские леса, извините, пожалуйста. Да, между прочим, там есть чудесный музей Дзержинского в Кае, тоже можно, в принципе, кому интересно, на самом деле. Кто интересуется этой темой. Недавно тут как раз был запрос, спрашивали про узкоколейку, но не ту, которая в Каренторфе, а которая вот там действующая, хотели посмотреть, именно вот поехать. А она там есть еще на севере? Я помню, я после девятого класса ездила, у меня одноклассница там. Насколько я помню, она рабочая даже, в принципе. Мы ездили за ягодами на узкоколейке, это, конечно, незабываемые впечатления. Вот, то есть, в принципе, мы видим, что запрос есть. То есть, есть те, кто предпочитает вот такой дикий отдых, хочется посмотреть именно вот эту историю. Комаров покормить. Комаров покормить в том числе. Нет, на самом деле, интересных мест очень много, да, появляется. В последнее время я узнаю о каких-то новых точках, достопримечательностях зачастую из каких-то видео на том же Ютьюбе, да, люди живут, что-то делают, заводят свои Ютьюб-каналы и начинают показывать. Вот они там обустраивают то-то, сё-то, музеи какие-то, то есть домашним производством начинают заниматься, сыроварением разводят домашних животных и тут же приглашают гостей. И гости к ним едут из столицы, из других городов, ну, вот это такой экологический туризм, да, в том числе имеется в виду. Но это удивительно, кстати, я в своё время в Москве сталкивалась с тем, что коллеги мои московские, кто вот родом из Москвы и всегда жил в мегаполисе, на новогодние, например, каникулы искали деревенские дома. То есть, не базу отдыха, а именно дом в деревне, с печным отоплением, чтобы наносить дров, баньку и стопить. Мы знаем, что, в принципе, сейчас у многих мегаполисов дети, в принципе, корову-то живую не видели. То есть, там, козу. Поэтому, мне кажется, это тоже пользуется спросом. И вообще, в последние годы вот этот тренд путешествий по России, наверное, пандемия как раз дала вот этот толчок особенный к развитию туризма. Все, наконец-то, поняли, что, наверное, уже нет смысла вариться в каждой в своём регионе. Естественно, мы все знаем, что во всех регионах есть что-то, что может привлечь туристов. И вот бум развития, в том числе межрегионального туризма, там, из столиц поехали люди по России как раз, по регионам. Много проектов развивается, в том числе Кировская область, например, участвует в проекте «Яркие выходные» в Приволжье. Это на поезде, да? Да, это путешествия на поезде. И проект рабочий, действительно, люди едут, собираются. И формат как и железнодорожных круизов, как путешествия на прицепных вагонах, на регулярных поездах. То есть это, в принципе, достаточно востребованная история. И мы тоже, соответственно, понимаем, что мы должны развиваться не самостоятельно, мы должны развиваться с нашими коллегами из других регионов. То есть мы рассказываем про них, они рассказывают про нас, мы обмениваемся туристами. То есть вот в таком формате, мне кажется, как раз сейчас развитие туризма и идёт. И это, на самом деле, очень здорово. Вот, видимо, мы и зафиксировали одну из особенностей наступившего летнего туристического сезона. То есть более свободная атмосфера при уже снятии ковидных ограничений. Это чувствуется по вниманию к открытию туристического сезона. Какие ещё особенности в этом году ожидаются? Соскучились? Мы поехали. Да, соскучились. Я надеюсь, что всё-таки те события, которые заявлены на этот год от наших районов в календаре, события тоже состоятся. Это тот же Истабенский огурец. Два года не было. Он был, но в таком формате интерактивной программы. То есть это не было такого мероприятия. Ну, в традиционном смысле огурца не было. Да, в традиционном смысле не было. Сейчас, надеемся, будет восстанавливаться. Плюс ещё этот год ведь это год культуры, год национальной культуры. Поэтому большое количество именно национальных праздников будет. Это и Пеледыш, ПРМ, Сабантуй. То есть это всё в Кировской области. Я уже говорила, что у нас такая смесь, в принципе, у нас нет как таковой. Не знаю, мы не этническая республика, наверное, поэтому на нас как раз можно вот тут чуть-чуть попробовать, и тут посмотреть. Поэтому как раз вот эти праздники все будут. Можно зайти на сайт visitkirov.ru, раздел «Календарь событий», посмотреть, если какие-то вопросы есть по датам, сделать звонок в туристко-информационный центр, чтобы уточниться. Потому что всё равно ещё есть, конечно, у организаторов, у некоторых ещё не заявлены, например, точность даты, заявлены месяц. Неопределённость есть. Есть всё равно, мне кажется, пока ещё немножечко с осторожностью, с осторожностью всё это делать. Но всё равно, судя по открытию летнего турсезона, конечно, все готовятся к приёму туристов. Елена, вы сказали, что вот с приходом ковида внутренний туризм начал развиваться, активно появляются проекты какие-то. Успевает ли за вот этим вот развитием информационной, какой-то культурной составляющей, тематической объекты размещения? Вообще в Кировской области, вот если ты поедешь куда-то не одним днём, а так, чтобы переночевать, есть где останавливаться? Появляются ли современные гостиницы? Есть, появляются гостиницы. Естественно, лучше, если куда-то хотите поехать, я всё равно советую сделать звонок в туристский информационный центр, уточниться всё-таки по тарифам, по телефону, по наличию мест гостиниц. Но они появляются действительно вот недавно, то есть вспоминали мы гостиницу Кукарский двор в Советске, 4 звезды открылась, пользуется спросом, ну то есть... Кукарский двор. Кукарский двор, да. Слушайте, а в Советске есть что посмотреть? Вот я каждый раз, когда проезжала мимо, то есть я понимаю, Яранск, да, то есть ты приезжаешь, всё понятно, Яранск. Наша знакомая, это пещера Шрека, там что-то такое. Это в Суводском техникуме, да, там домик Шрека, они воссоздали такую стилистическую историю под домик Шрека, под там ещё что-то из Властелина колец, ну такая тематическая история, плюс в Суводском техникуме огромная оранжерея, они тоже водят экскурсии. Вот такая история интересная, причём много федеральных пабликов, как раз тут где-то листала ленту, видела, что пишут как раз про вот этот домик Шрека, про вот этот техникум, про то, что они делают, то есть в принципе есть интерес. Плюс, конечно, Советск, это экологическая история, заповедник Нургуш, серебряная копытца, конные прогулки, в принципе, история города, это всё-таки Кукарка, это историческое место, это кружевные мастерицы. То есть я, насколько помню, там ещё можно познакомиться с этим промыслом, посмотреть, потому что Кукарское кружево, оно отличается от Вологодского. И вот как раз недавно тут приезжали туристы и смотрели, мы зашли в магазин, и они так, это ведь не Вологодское кружево, я говорю, нет. Как вы определили, что это не Вологодское. Советский не Вологодское кружево. У нас более тонкое плетение, такое более сложное, поэтому видно, видимо, отличие, так вот люди, которые этим заинтересованы, они всё равно это отличие, сразу интересуются, а что вот это такое. То есть когда мимо проезжаешь через Советск, вот это обманчивое впечатление, что там, ну, такая советская немножко архитектура и немножко её вот таких многоэтажек. Да нет, мне кажется, нет, там есть исторические истории внутри города, да, и проводятся экскурсии по Советску. В принципе, понятно, что, может быть, не все районы могут похвастаться там туристическим потенциалом, но так или иначе большинство стараются развиваться, находить какие-то точки притяжения туристов, прошу прощения, и искать какие-то места притяжения в любом случае. А я как раз вот на сайте, да, сейчас туристко-информационного центра Кировской области, visitkirov.ru, и там есть даже специальный раздел, где остановиться, и можно места для отдыха, для ночёвки прямо и по Кировской области, и по областному центру найти. И очень удобно, на странице ты видишь название района, и в каждом конкретном районе указаны конкретные названия и конкретные адреса и номера телефонов, куда заранее можно позвонить и договориться, то есть осведомиться о том, есть ли свободные места и можно ли приехать в обозначенное время. Вот я смотрю, ну, в первую очередь тут большим количеством мест размещения тут отличаются, ну, самые наши крупные районные центры, Вятские поляны, там, по-моему, с десяток мест, где можно остановиться, Амутнинск, 8 мест, где можно тоже найти себе приют. В общем, очень удобно, прям по районам расписано, номера телефонов оставлены, да. Возьмите на заметку, visitkirov.ru очень удобно перед тем, как ехать, заглянуть сюда и получить всю необходимую информацию. Елена перед началом программы, кстати, сказала, что вот этот советский отель, он, по-моему, четырехзвездочный, это, наверное, единственный отель за пределами Кирова, у которого такая... А максимум у нас пять звезд. Максимум пять, но у нас, к сожалению, в регионе пятерок нет. У нас в Кирове два четырехзвездочных, три четырехзвездочных отеля, и вот появился еще в советский. То есть это, получается, у нас Черушин, это Фуэлеменс и Альфа. Да, здорово, вот как раз на советском районе это остановился. Или на севере есть где останавливаться? То есть вот... Надо уточняться, не везде на самом деле. Подносиновский район там есть, в Демьяново гостиница. Есть, есть гостиница, но я говорю, что лучше сделать звонок в Китсен. Апаринский район в Апарино есть, да, да, да. Я просто все вот хочу, но, видимо, это мечта, которая осуществится когда-то значительно позже, добраться до Лальска. И вот каждый раз мои попытки упираются в какие-то... Лальска, да. В какие-то слова экспертов сюда очень сложно добраться. Всегда, понятно, у нас регион большой, есть определенные сложности с логистикой, но до Лальска добираются достаточно большое количество экспедиций. И самая красивая деревня, то есть Лальск тоже там был лауреатом этой истории, добирались, смотрели, все равно... Лучивший первое место, да, ведь он тогда стал лауреатом этого конкурса всероссийского. Вот, то есть как бы тот же Лальск, получается, известен практически на всю Россию, вот этой своей красотой деревни. Поэтому, в принципе, при желании, естественно, надо как-то это принять, понять, логистику выстроить. В принципе, добраться, конечно, можно. Елена, а нет маршрутов каких-то сейчас разработанных, официальных таких, от вашего центра или, может быть, от кого-то из туроператоров? Я помню, когда-то была вот эта ведь история у нас, помните, субсидия, по-моему, даже выделялась, когда на выходные дни были такие маршруты, короткие выходные дни. Туры выходные дни, да? Да, 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 они, конечно, есть официальные разработки. И поскольку как раз вот путешествия по области популяризируются, то и предложений стало от туроператоров больше. Зачастую вот мы наблюдаем то, что те туроператоры, которые изначально раньше работали только на выезд, имеется в виду там Казань, да, например, и все что? Да, 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 то есть стали делать туры по Кировской области в том числе, потому что есть спрос, люди готовы путешествовать, есть предложения, естественно, как летние, так и зимние. Летом это сплавы, естественно, достаточно большое количество. Поездки выходного дня, там, подальше, поближе, там, в Слободской, например, там, кто-то и до Вятских полян ездит. Ну, просто до Слободского ты знаешь, как добраться. Сел на 102-й автобус на автовокзале и приехал, сам гуляешь, да, не так далеко это. А вот тот же Лальск, например, или те же Вятские поляны, все-таки далековато ездить, не все ли сходят. Ну, это лучше, да, это лучше с туроператорами общаться, в принципе, они готовы делать туры. В любом случае, мы понимаем, что любой тур, мы трансформируем уже под запрос клиента, под его интерес, есть определенные объекты, а дальше уже задача, соответственно, туроператора выстроить тур, более-менее интересный по запросу, соответственно. Я не то чтобы и принижаю Кировскую область, я просто вот сейчас ориентируюсь, например, на соседние наши, на наших соседей, на ту же Удмуртию, вижу, что у них там вот эта вот история с местным туризмом очень активно развивается, причем он у них тематический, насколько я понимаю, да. Они ездят по городам, у них эти туры, прямо расписание вывешено. Мне-то кажется, вот то, что мы говорим, можно обратиться к туроператорам, и они вам, значит, вот этот тур как-то организуют. Нет, у них же есть свои готовые уже. А, у них есть, то есть есть расписание прямо, да? Конечно, есть готовые, есть расписание, но вот как бы... Потому что они активно их пиарят просто эти туры. Что касается, например, ну, меня как турец, мне бы, наверное, может быть, было бы интересно, чтобы мои интересы были учтены, например, в каком-то туре. Ну, есть, естественно, готовые решения. Единственное, что, конечно, нас, наверное, не стоит сравнивать с этнической республикой. Это все равно немножко другая история, потому что Удмуртия — это, естественно, этнография. Это достаточно большое количество объектов, именно связанных с культурой. Национальной культурой. Там вот поездки в национальный парк Лударвай, знакомство с культурой. Плюс интересная история — это Сарапу. Как раз у нас на открытии летнего вторсезона приезжала спикером директор Сарапульского музея-заповедника и рассказывала очень интересный кейс о том, как, на самом деле, из достаточно заурядного музея они сделали точку туристического притяжения, куда приезжают туристы, куда заводят событийные мероприятия. Ну, то есть, такой интересный кейс очень, и само место, соответственно, тоже стоит посетить, потому что Сарапу отличается тем, что это русский город в Удмуртии, и это купеческий русский город. Вот посмотреть отличия, например... А сто лет назад Вятский. Да, кстати, да, и Чайковский там тоже, поэтому, Водкинский. Тут много у нас пересечений с Удмуртией, плюс достаточно хорошая логистика, соответственно. И вот как раз у нас, пожалуй, направление Удмуртии у нас одно из самых таких раскатанных, что называется... То есть, не Казани, это заблуждение насчет Казани? Казани, это больше самостоятельные туристы, а что касается группы, это Удмуртия, на самом деле, потому что... Это связано как-то же с логистикой. С логистикой, да, просто связано. До Казани не добраться по железной дороге. Да, да. А что касается Ижевска, у нас очень удобная логистика, удобный поезд. С утра приехали, а поздно вечером уехали, то есть весь день можно провести. Вот, и у нас достаточно неплохо набираются группы. И как раз туроператоры из Удмуртии направляют по регулярными поездами, это тоже очень удобно. Вот, и, соответственно, наши туроператоры уже отвечают тоже тем же. Взаимностью отвечают. А что касается ценовой... Казани, я помню, 16 часов в поезде, это тяжело, конечно. Все-таки вопросы финансов, ценовая политика. Вы тут никоим образом уже не участвуете, это исключительно туроператоры. Ну, естественно, туроператоры — это бизнес, они сами регулируют свое ценообразование. Единственное, за чем мы стараемся следить, это за тем, чтобы не было резких скачков цен. В тех же, например, средствах размещения, чтобы там резко не выросли цены, это мы следим. Вот, кстати, посредством размещения Владимир смотрел у вас на сайте, да, я так понимаю, в тот момент, когда я выбегала, смотрел на сайте Центра развития туризма Кировской области. А если брать другие регионы? Я не знаю, я все время была подписана на букинг и всегда пользовалась активно букингом, пока не очень могу привыкнуть ко всем ресурсам, которые предлагаются букингу на замену. Не очень понимаю, там, как отзывы читать, как смотреть, насколько хорош или плохо тот или иной объект. В общем, незнакомая навигация для тебя еще по этим ресурсам. Да, в другом городе есть возможность посмотреть, может быть, если это даже не крупный город, где можно остановиться. На самом деле, да, 7 бед, 1 ответ — это туристко-информационные центры. Они есть практически во всех, да не во всех регионах есть, на самом деле, зачастую даже в городах. То есть просто, например, в интернете посмотреть телефон туристко-информационного центра, позвонить туда, сказать, что вот я хотел бы сориентироваться в вашем городе, в вашем регионе, пожалуйста, подскажите, они подскажут именно отель, номер телефона, ценник. И, в принципе, могут дать подборку именно тех отелей по запросу. То есть это надо именно со звонком, то есть так лучше? Ну, зачастую лучше со звонком, потому что все равно, опять же, как бы в туристко-информационном центре есть подборка, но наши средства размещения — это самостоятельный бизнес со своим динамическим ценообразованием, с какими-то особенностями запросов. Поэтому тут, наверное, проще по звонку будет. Либо они могут сказать, например, адреса сайтов, потому что сейчас с уходом букинга зачастую очень много хороших предложений по размещению именно на самих сайтах средств размещения. То есть в силу того, что ушел, что букинг, они предлагают, вот если вы закажете, например, у нас, забронируете, вот мы вам предлагаем хорошую цену. А то есть если не через агрегатор, например, они не платят процент агрегатору, и они на этот процент могут сделать скидку, если ты бронируешь напрямую? — Ну это, видимо, займет больше времени, поиск конкретного места, где тебе больше всего будет по душе, но можно найти и попробовать. — Мы прекрасно понимаем, что есть сетевые гостиницы практически везде. Что касается крупных городов, есть сети, мы их практически все прекрасно знаем. — Не все знаем, я вот не знаю, например. Ну то есть я понимаю, что Холидон... — Ну там, Форэлементс, например, это же сетевой отель. — Это крупные прям совсем города. — Ну, естественно, да, это крупные сети, а что касается местных, то да, это проще сориентироваться с туристко-информационным центром, наверное. — Тем более, если ты хочешь, например, нестандартную какую-то историю, потому что сетевые отели, они, конечно, хороши. — Они стандартизированы. — Они темы хороши, да, что стандартизированы, но при этом ты не получишь там какой-то местной идентичности, может быть, ты не увидишь этого. А вот если ты хочешь что-то необычное с национальным либо местным каким-то колоритом, то тут, мне кажется, как раз через туристские информационные центры самая хорошая история, потому что они знают наверняка все вот эти изюминки, да, местные какие-то отели, симпатичные, любопытные, с каким-то своим лицом. — Если дальше продолжать говорить про деньги, программа «Туристический кэшбэк», которая, ну, по общему признанию, серьезно подстегнула эту отрасль. — Внутри. — Да, ее перспективы. — Ну, по крайней мере, пока Ростуризм заявляет продолжение этой программы, пока на осень. — Давайте напомним суть. — Вообще, на самом деле, мне вот, нет, я отчасти понимаю, почему в осеннее и зимнее время вводится кэшбэк, чтобы объекты размещения, которые меньше получают средств, могли и за счет вот этого межсезония продолжать получать какую-то прибыль. С другой стороны, мне кажется, логичным было бы кэшбэк и на летнее время ввести, потому что летом-то все с детьми же едут отдыхать. — Ну, как раз, кстати, в межсезонье кэшбэк, кстати, захватывает детские каникулы обычно. Это осенние и весенние каникулы. Они практически всегда входят в кэшбэк. Но что касается лет, естественно, как бы, Ростуризм не готов стимулировать и так высокий спрос. — А он есть высокий спрос? — Он есть высокий спрос, особенно это касается, естественно, и курортных направлений. Мы прекрасно понимаем, что спрос на Краснодарский край будет потрясающе высок, на Республике Северного Кавказа будет спрос. По Крыму, конечно, другой вопрос, но, в принципе, все равно. — Елена, а вот сейчас на Краснодарский край спрос по-прежнему высок, несмотря на то, что аэропорты не работают, да? — Он огромный, на самом деле спрос. — Поездом добираются люди. — Поездом добираются. — Сочи тоже не работает? — Нет, только Сочи. — Сочи работает на внутренний рейс. — Сочи и работает. — Анапа не работает, по-моему. Ну, в любом случае, тут ориентируется РЖД, ставят дополнительные поезда в том направлении, и они уже несколько раз анонсировали, что так или иначе они будут стараться обеспечить этот поток, хотя бы железнодорожным транспортом. — Кировские поезда тоже формироваться начинают, да, в июне, вот буквально скоро. — С Крымом история, я видела, что снижают цены даже в объектах размещения на 30-40%, потому что боятся как раз снижения турпотока. Я так понимаю, что аэропорт закрыт, аэропорт закрыт, и единственная дорога, которая в Крым сейчас, это автомобильный. — Крымский мост. — Железнодорожный. — Железнодорожный. — Это, да, это основное то, что они рассчитывают. — Давайте напомним, что такое кэшбэк-то хотя бы в двух словах. — Давайте, возврат. — Кэшбэк — это возврат стоимости тура, либо стоимости проживания, а не более 20%. При оплате карты МИР необходимо зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф. Там же на этом сайте можно посмотреть все предложения, которые входят в эту программу, оплатить свою покупку, и в течение пяти дней придет кэшбэк на карту, с которой произошла оплата. — Причем условия этой программы менялись. Я, насколько помню, последнее было там чуть ли не на выходные дни даже можно было. Вот не на туры выходного дня можно было это делать. — Да, первая программа, она была на пятидневные туры, последующие были уже от двух дней сокращены. Это, конечно, более удобная история. — Это прям для всех. — В общем, все подробные информации можно на сайте мирпутешествий. — Посмотреть, и ждать, и ждать, и ждать, и ждать, и ждать осени. — Да, я думаю, что ждать объявления Ростуризма. И я думаю, что и наши туроператоры тоже подключатся. У нас санаторий очень активно отработали по программе кэшбэка. Большой спрос тоже фиксировали, поэтому я думаю, что с удовольствием тоже подключатся. — Если говорить еще про популярные направления внутри России, вы сказали Краснодарский край, Кавказ. — Кавказ, да. — Заураль, Алтай, наверняка. — Это более традиционное, наверное, уже. — Да, Бурятия, например, это сейчас пользуется спросом. Дальний Восток. — Дальний Восток, да. — Плюс, соответственно, компания Fun&Sun, это бывшая Туи, соответственно, анонсирует чартеры, чартеры на Сахалин, на Камчатку, в Бурятию и в Махачкалу. — Они из Москвы будут, да? — Они будут из Москвы, да. — Ну вот на Дальнем Востоке, на удивление, да, может быть, не все еще знают, на Дальнем Востоке достаточно длинный пляжный сезон, как выясняется. То есть там в октябре народ купается, а где-то даже чуть ли не в ноябре в океане люди купаются. Там тепло. — Ну да. — Вопреки заблуждениям. — Да, если посмотреть на карте, там понятно, что географические координаты, они сопоставимы же там с широта, долгота, с нашим старшим краснодарским краем. — Да, да. — Ну, в любом случае, по крайней мере, программа чартеров-то удобная, естественно, потому что стоимость перелета — это, наверное, большая часть тура всегда. Поэтому тут, конечно, если будут запущены чартеры, это будет удобнее. — Ну, учитывая, что туры в ту сторону, ну, если мы говорим там про Камчатку, например, они традиционно недешевые были, да, то да, конечно, сэкономить на перелете — это такая хорошая история, особенно если не один едет. — Если возвращаться в Кировскую область, этот наступивший, уже стартовавший летний туристический сезон, есть что-то новое, чего раньше не было, новые мероприятия, новые какие-то подходы, новые нюансы? — Вот, кстати, приезжали гости до открытия туристического сезона из других регионов. — Может, что-то подсмотрели, да, у них что-то перенять хотите? — Ну, гости у нас приезжали, соответственно, по тем направлениям, которые сейчас отвечают федеральной повестке. То есть я уже говорила про Сарапольский музей, заповедник — это музейный туризм. Сейчас идёт вообще колоссальная перезагрузка музеев, и это... — А в каком направлении всё это движется? Ну, как специалист, подскажите. — Это всё движется в том направлении, что музей — это уже не скучная история, которая, вот, ты приходишь и... — А там бабушки сидят смотрители такие строгие, да? — Вот, то есть это сейчас... — Считаешь подписи какие-то там. — Да, двигается в сторону интерактива, в сторону театрализованности, в сторону событийных мероприятий на территории музея. Ну, то есть это становится таким активным, интересным, познавательным, потому что всё равно мы прекрасно понимаем, что турист уже не готов к достаточно такому банальному предложению, соответственно, ему хочется получать больше эмоций в своём путешествии, даже посещая музеи, и, соответственно, музеи на этот спрос стараются отвечать в любом случае. — А у нас в Кировской области уже по этому пути есть, организации музеи, которые действительно готовы встать на эту дорогу? — Что касается кировских музеев, да, они на самом деле очень в последнее время радуют, и если там несколько лет назад были вопросы, ввести ли в тот или иной музей, то сейчас, конечно, кировские музеи действительно радуют предложением на разный вкус, это и кривейческий музей, и художественный музей, палеонтологи, музей истории Хлынова на самом деле очень выстрелил в последнее время, действительно очень хорошая программа предложена, мастер-классы, поэтому тут наши музеи, в принципе, стараются. Вот ещё один спикер, который был из Москвы, это детский образовательный туризм, просто как раз я начала с музеями, и тут это как раз касается... — Это же одно из новых направлений, да? — Да, это одно из новых направлений, то, как посещение различных объектов туризма, производств, вписывать в образовательный процесс, то есть это сделано для того, чтобы дети могли там на практике что-то увидеть, потрогать, узнать, заинтересоваться, то есть тут ещё, естественно, в определённой части некая профориентация идёт. — То есть это не как было раньше в советское время, когда вот школьники, например, ездили в Курмурскую пещеру, просто приехали, ну, красиво, конечно, да, приехали, посмотрели, плюс сама поездка для детей — это же всегда приключение, но здесь ещё и образовательный компонент. — Здесь ещё некая, да, образовательная история. Вот у нас прошлым летом проходил проект «Страна открытий», когда приезжал популярный блогер, приезжал с детьми, которые снимали всё, и как раз вот в этот проект были включены производства для того, чтобы посмотреть, насколько это будет работать именно в формате образовательного туризма для детей. — Это прямо в учебное время или вне каникулы, или в каникулы это всё? — Это в каникулы обычно происходит, но вот сейчас, например, московские музеи, московские планетарии, они стараются пытаться встроиться и в образовательный процесс непосредственно, чтобы разнообразить. Ну, тема, на самом деле, достаточно давно существует, сейчас просто, наверное, больше внимания на неё обратили, действительно, чтобы заинтересовать сейчас достаточно молодое поколение, вот это поколение Z, о котором все говорят, они отличаются, естественно, от тех, кто постарше, им надо эмоции, им надо трогать, видеть, то есть они такие очень мобильные, активные. — Если мы говорим про производство, это просто прямо реально? Вот на заводы и фабрики людей видны? — Да, на заводы и фабрики, да, так и есть. — А в Кировской области такая история? — Да, пожалуйста. — Мы предлагаем что-то? Нет, ну вот так, чтобы для массовой курсии. — Заводы и фабрики есть в Кировской области. — Заводы и фабрики есть, но куда могут группы, например, приехать у нас? — Ну, у нас, на самом деле... — На фабрике «Весна»? — Фабрика «Весна», да, 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 это просто моя детская мечта была оказаться. — У нас же много обороны предприятия. — На самом деле, у всех туристов, кто вот побывал на фабрике «Весна», это сразу любовь просто, сразу всех, потому что это какое-то невероятное вообще возвращение в детство. У всех, мне кажется, это кукла была из фабрики «Весна», и даже у меня тоже была, поэтому это такая интересная история. Ну, например, вот мы также посещали музей завода «АвиТек». То есть достаточно интересная история. Есть, конечно... — И они музей хорошо подготовили очень, да, в 90-летие предприятия, прям перезагрузка. — Да, у них уже есть липы на территории предприятия, то есть ты заходишь внутрь или нет? — Там, естественно, есть вопросы с пропускным режимом, это надо сделать заранее, естественно, но оно того стоит на самом деле. — Я просто, вот, я внутри «АвиТека» не была, но я была внутри «Лепси», вот этой заводской территории, в то время еще обнесенной высоким забором, и это меня поразило, то есть там же, там огромная просто вот территория, город в городе, ты ходишь внутри, ты понимаешь, что тут вообще что-то важное происходит, там рельсы проложены какие-то, там платформы ездят по этим рельсам. — То есть, да, любое посещение промышленного предприятия — это всегда очень интересно на самом деле, и это трендовая в том числе история, в которой стараемся тоже двигаться в эту сторону и как раз тоже включать посещение предприятий, потому что действительно очень интересно. Также у нас дети посещали фабрику «Мико», смотрели производство косметики на самом деле. — Мне кажется, для девочек прям очень интересно. — Это трендовая история, потому что достаточно много звезд тоже популяризируют эту косметику, поэтому побывать, посмотреть. — Это не просто косметика, она еще экологически чистая. — Экологически чистая, да. — Запасная, да. — Вот, тоже всегда интересно. Вкусные музеи тоже наши посетили, посмотрели, как эти шоколадки, мороженки все делаются. Это естественно. Ну, как бы для взрослых это, наверное, «Авиатич», который сейчас тоже снова открыл экскурсии. Это на самом деле очень здорово, потому что история популярная. Вот, то есть достаточно много предприятий, куда можно сходить. Еще одно направление, о котором мы говорили в рамках летнего турсезона — это событийные мероприятия, естественно. — О, Елена, а давайте мы о них попозже поговорим. — Давайте, время есть. — Сейчас мы бежим на рекламу и вернемся. Елена Данюшенкова в нашей студии, директор Центра развития туризма Кировской области. О летнем туристическом сезоне мы говорим о событийных мероприятиях в Кировской области. Елена в первой части программы уже сказала, что вроде как возобновляется вся эта история. Последние два года, напомню, из-за ковида все наши местные праздники, они были... — Очный формат, да? — Ну, такой полу-очный формат, полу-очный, полуинтерактивный, с ограниченным количеством участников. В этом году вроде бы все возвращается, да? — Еще раз напоминаю, что подробно мероприятия летнего туристического сезона расписаны на сайте visitkirov.ru. Без труда найдете, откроете документ на несколько страниц. — Где-то есть, да? — Под датом, названием, смысл. — Да, если надо какие-то уточнения по программе, естественно, опять же, звонок в туристко-информационный центр. Можно написать запрос в социальные сети центра, соответственно, ВКонтакте, например, и тоже получить ответ, если какие-то вопросы возникают. Соответственно, да, событийка — еще одна тема. Мы надеемся, что и Гренландия состоится, уже анонсирована. На сентябрь хлыновская застава крупное мероприятие, поэтому, в принципе, будет чем заняться. Посмотреть также по районам, можно путешествовать, смотреть, какие праздники будут происходить. Все равно достаточно интересно, особенно это касается каких-то этнических историй. Как раз к нам на летний тур сезон приезжали организаторы крупного исторического фестиваля «Великий Болгар», который проходит как раз в Болгаре в августе, он пройдет в этом году. — Это Татарстан? — Да, это Татарстан. То есть мы тоже говорили о том, что если, например, вы собрались на мероприятие «Великий Болгар», выделите день, остановитесь в авиатских полянах, посмотрите авиатские поляны, музей шляп, музей советского быта, музей ППШ. То есть можно культурный тур себе составить по пути на события, например. Также мы еще затронули очень интересную тему, на самом деле, в этом году. Это тема туристического сувенира. Тема достаточно актуальная, потому что сейчас каждый турист, посещая какое-то место, хочет что-то с собой вести. То, что останется на память, на дубрую память. — Нет, магнитики тоже такая, наверное, неактуальная. — Ну почему? Это традиция, это как бы не поддается никакому сомнению. — Ну кто-то любит магнитики, кто-то колокольчики, но в любом случае сувенир — это такая отложенная эмоция. И мы прекрасно понимаем, что там народные художественные промыслы и туристические сувениры — это немножко разные вещи. То есть вот эта тема туристического сувенира, упаковки, подготовки, заманушки такой для туристов — это тоже сейчас достаточно актуально. И как раз вот и народные промыслы участвовали у нас в практикуме. То есть эту тему тоже стараемся развивать. — А в чем там специфика? Почему традиционный народный промысел не может выступить в роли полноценного сувенира? — Он может выступить на самом деле, но должны быть разные критерии, которые отличают туристический сувенир. Это упаковка, это удобство перевозки, это привязка к территории. Ну то есть достаточно много таких вещей надо соблюсти, плюс, соответственно, туристический сувенир должен быть на разный кошелек. Поэтому тут, естественно, мы работаем тоже с нашими коллегами из НХП, стараемся, чтобы Кировская область тоже была по-разному представлена туристическими сувенирами. Стараемся участвовать в конкурсе всероссийском, тоже прокачивать свои знания в этом формате. И вот как раз тоже мы говорили об этом на открытии летнего турсезона. — Мне вообще кажется, что вот сейчас почему-то, ну после того, как мы наелись, может быть, немножко всеми вот этими вот фигурочками, корзиночками, магнитиками и всем остальным, большую роль и большое значение приобретают какие-то вот такие, ну как бы утилитарного, что называется, использования вещи, может быть. — Прикладного? — Прикладного, да. Вот носки, извините меня, пожалуйста, да, какие-то рукавички, шарфики. — Головной убор, тот же самый, да. — И головной убор. То есть понятно, что не пабло посадские платки, но вот что-то близкое к этому, да? — Очень много гастроистории. Вот у нас очень замечательный, хороший сувенир, там, здесь шоколады Креолы, например, открытка с дымковской игрушкой. То есть удобно перевозить, небольшая, очень удобно дарить. Вот тоже кто-то, если куда-то едет, и надо что-то дать в руки, это такая... — Это шоколадный. — Это шоколадный, да. — То есть её можно съесть. — Да, её можно съесть. — Да, вот я тоже хотел. А если надоест, то можно и съесть. — Можно съесть, да. — Устал её носить с собой, и всё. — То есть таких много критериев может быть как раз в этой теме туристических сувениров. И вот отрадно, что, конечно, двигаются наши музеи, и объекты показа, всё равно стараются придумать какую-то историю, которую с собой заберёт турист. — Что касается ещё тех людей, которые предпочитают добираться своим ходом, я имею в виду водителей, автомобилистов, автовладельцев, ежегодно сейчас, когда начиналась пандемия, прогнозы строились о том, что в связи с закрытием границ автомобильное путешествие, автомобильный туризм будет развиваться. — Да что-то пока не очень развивается, честно говоря. — Курируете эту тоже тему, да, когда люди самостоятельно... — Да, мы стараемся... — Да, мы стараемся, да, тоже в том числе отслеживать и самостоятельный поток, потому что, в принципе, за последние годы можно говорить о том, что порядка 90% спроса формируют самостоятельные туристы на самом деле. — То есть это не группы? — Это не группы. Их достаточно сложно уловить, потому что они часто едут без ночёвок. — Мы когда, да, простите, перебью, мы когда в прошлом году, я уж в июле, да, по-моему, в июле, в конце июля приехали в Советский район, на знаменитые Немду, вот эти водопады, я просто не знал, куда машину поставить, просто чистое поле, ну, да, и всё, собственно, заставлено автомобилями, боже мой. — И палата, ну, это вы ездили на водопады, мы в прошлом году ездили немножко в другое место, тоже на Немду, но мы там нашли поляночку, где кроме нас не было никого, вот. — Я понимаю, что достаточно сложно контролировать, да, это всё, но... — Сложно, да, тут, конечно, больше есть опора на районы, то есть мы стараемся с них собирать информацию, так или иначе, о тех, кого они отследили, плюс это поток в туристский информационный центр, который зачастую, очень часто сейчас, есть культура обращения самостоятельных туристов, которые там, мы путешествуем на автомобиле, мы едем через вас, пожалуйста, вот, посоветуйте нам. Вот, мы для самостоятельных туристов также разработали у нас эти предложения, таких шесть стандартных туров по Кировской области для самостоятельных путешественников с картой, с обозначением заправок и мест, которые можно пойти посетить, то есть такой запрос мы тоже выполняем. — Тоже на сайте визиткиров, да, это можно найти? — А, это в туристко-информационном центре, да, можно получить буклет. — А скачать ее можно на гаджет? — Пока нет, к сожалению. — А вот, это важно. — Да, это важно, на самом деле, мы тоже стараемся двигаться в это направление, ведем переговоры как раз с разработчиками. — Вам нужно, да, специалисты по программному обеспечению, соответственно, да, айтишники. — Сейчас достаточно, то есть спрос на мобильное приложение, наверное, даже не просто мобильное приложение, это должен быть какой-то портал, который будет в помощь как и по составлению маршрута, так и по заказу билетов, по покупке билетов, по бронированию, ну, то есть тут достаточно много... — То есть это такой многопрофильный сервис должен быть. — Многопрофильный, да, такая история должна быть, поэтому будем двигаться в этом направлении. — Я вспомнил, да, вот как раз упомянутая мной поездка на Немду, многие автомобилисты останавливают друг друга, спрашивают, как подъехать, лучше как добраться, потому что гаджеты не работают, там где-то навигатор уперся в определенную точку, и все, и дальше не знаешь, куда ехать, когда первый раз. — Я столкнулась с тем, что просто падает сеть вообще, причем любая. — Ну вот тут, конечно, мы призываем в том числе и районы позаботиться туристической навигацией, мы стараемся работать и с районными администрациями, и с бизнесом в районах хотя бы по установке каких-то указателей, то есть мы видим, что в городе Кирове достаточно эта история у нас развита, мы в свое время навигацию поставили достаточно в большом объеме, в районах, конечно, с этим немножечко сложнее, но, по крайней мере, мы стараемся и таблички с QR-кодами вешать, и разговаривать о том, чтобы делали навигацию, рассказывать, как это важно, по крайней мере, для тех, у кого как раз нет сети, вот, поэтому этот вопрос, да, тоже, конечно. — Мне кажется, к этому можно местный бизнес вполне привлекать, те же места, условно говоря, там, ну, питание, размещение, чтобы они написали, условно, стоит указатель, стрелочка туда, лучшая парковка на нигде направо, — А если вы хотите поесть самых вкусных пельменей в советском районе, условно говоря, вам прямо до такого-то ресторана либо кафе. — Ну да, тут как бы тоже это работа, что называется, с менталитетом жителей, с менталитетом бизнеса, которым надо быть готовыми, на самом деле, к приему туристов. — К сожалению, не всегда, может быть, это хорошо получается, потому что, как вот, любимое заявление, на самом деле, того же Ростуризма и на федеральном уровне, что у нас вообще в стране две проблемы — инфраструктура и менталитет, потому что в какой регион не приедешь, едешь в такси, спросишь, а вот что-то у вас можно посмотреть, скажешь, зачем вы вообще сюда приехали? — Да ничего, все у нас здесь. — Да, вообще нечего смотреть. — Глухо. — Да, причем это как бы, это совершенно не особенность нашего региона, поскольку я в связи с работой езжу по России, и я очень часто задаю такой вопрос где-то в такси или местным жителям, вот, и, к сожалению, к сожалению, этот ответ, что нечего здесь сделать, он прям такой распространенный. — А вот, кстати, если развить эту тему, и, видимо, уже будем на ней завершать, потому что пара минут, да, у нас, или сколько-то остается, вот люди, которые приехали на открытие летнего туристического сезона, гости, специалисты, вот своим незамыленным взглядом, взглядом со стороны, они как вообще Кировскую область оценивают, что говорят? — На самом деле, Кировская область — это для всех некий вау-эффект, и мы тоже с этим сталкиваемся, потому что при поездке в Кировскую область никто на самом деле ничего не ожидает. — Ничего не ждешь, да? — Ничего хорошего не ждешь.